Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили. И сегодня мы с вами будем, конечно же, кушать. Это мой завтрак. Здесь 2 яйца, 4 сосиски, 3 или 4 сосиски. И еще здесь грудка, ой, Господи, которую мамочка вот так вот вкусненько пожарила. Я буду все это поливать наршарабом. Некоторые мне пишут в комментариях, что Айка, я купила наршараб, он совершенно невкусный, девочки. Я просто обожаю. Если вы любите кисло-сладкие соусы, то я уверена, что вам тоже понравится. Я была однажды очень удивлена, когда я была в России. Наршараб там стоил дешевле, чем здесь, хотя его производят здесь. Я бы с удовольствием все это кушала просто вот так вот руками. Мне удобно. Я люблю кушать руками. Даже давайте сделаем вот так вот. Мне не будет жирника. Наршараба много не бывает. Хотела бы сказать огромное спасибо. Всем тем, кто писал теплые комментарии под мукбангом моей бабушки. Честно, очень приятно. И очень много лесгинов подхватила. Бабушка говорила, я переводила. И некоторые моменты я немножко переводила не прям слово в слово. Лесгин уже подхватили и писали там в комментариях, что Айка, ты переводишь так себе. Не слово в слово. Вообще переводчик из меня никудышный. Даже если идеально знают два языка, я не могу перевести прям сразу. У меня двоюродная сестра приезжала из Дагестана на свадьбу к нам сюда. И я хотела ей переводить все то, что говорили за столом. Она знает русский, но она не знает азербайджанский. И вы знаете, я знаю оба этих языка, и я не могла ее нормально перевести. Пока я переводила, люди говорили дальше, и я прям теряла мысль. Так что, мне кажется, переводчик это вообще особое искусство. Даже если ты идеально знаешь несколько языков, прям моментально так быстро перевести. Очень тяжело. Ну, по мне, очень тяжело, потому что я такой тугодум. Ой, какие вкусные сосиски. Мама настояла, чтобы вот эту кожуру отрезать. Честно, вот я кушаю огурчик, и я не чувствую вот этот кайф, когда я ем именно кожуру. Это, во-первых, такой хруст получается. Во-вторых, даже если кожура, она такая жестковатая, все равно я ее люблю. В общем, всем огромное спасибо за войси, которые вы отправили моей бабушке. Я ей даю послушать. Ей было очень приятно. И на удивление она не стеснялась. Она вообще такая не стеснительная. То есть она владеет такими ораторскими свойствами, так скажем. Если вы еще не видели это видео, обязательно загляните. Посмотрите. Айка, очень нужен твой совет. Как ты думаешь, хорошо учиться в школе? Показатель того, что завтра ты станешь успешным человеком. Я думаю, что это очень актуальная тема. И я бы хотела порассуждать на эту тему. Когда я училась в школе, училась в универе, нам всегда как бы внушали, что если ты хорошо учишься, ты станешь богатым, успешным. Если ты будешь плохо учиться, то ты ни хрена ничего не добьешься. В какой-то степени они правы. Но не всегда это так работает. Например, одна из моих одноклассниц, круглая двоечница, вышла замуж. Очень удачно. И сейчас просто шикует. Но это исключение. Иногда бывает парень-балбес, например, не учится, но толковый парень. Исходя из собственного опыта, я могу сказать, пятерки в школе, это не показатель того, что завтра ты будешь супер успешный, супер круто, у тебя все будет складываться в жизни. Совершенно не так. Но какие-то факторы очень хорошо помогают тебе продвигаться по жизни. Я всегда говорю, и сегодня тоже скажу, мне кажется, знание языков на данный момент это прям очень поможет вам в работе. Если даже вы прогуливаете другие уроки, но иностранные языки прогуливать точно не стоит. Сейчас везде элементарно у нас на работе была вакансия. Зачем там знание английского языка? Вообще не нужно. Но требования к кандидату было написано русский, азербайджанский и английский язык. И мне даже самое было интересно, зачем на эту позицию знать английский. дают как раз-таки предпочтение тем, кто знает больше языков, кто имеет опыт работы. Опыт работы тоже очень важно. То есть я считаю, что лучше начать начать работать уже с универсских времен. То есть не зацикливаться именно на учебе, пусть даже за небольшую зарплату, но по специальности устроиться куда-то. Я когда была на втором курсе, нашла вот буквально случайно, вот реально, можно сказать, случайно в интернете наткнулась на объявление. И там нужен был помощник бухгалтера. Зарплата была настолько смешная, что прям это еле окупалась дорога, да. И я не пошла тогда. Я подумала, вот, буду ходить за копейки на работу, перестану хорошо учиться, повторять все это дело. Потом будут проблемы в универе, срезы, не смогу сдать экзамен, останусь на второй год. В общем, я очень пессимистично в тот момент подумала. И решила, что нет, оно мне не надо. А потом я приходила после универа и что, ничем, повторяла, что да, особо нет. Просто читала что-то, открывала от сессии до сессии. И сейчас-то я понимаю, не то, чтобы я прям жалею, но просто это тоже был бы какой-то опыт. Опыт работы, почему нет? Тем более, бухгалтерия, это такое дело, что бесплатно никто тебя ничему не научит. То есть, чтобы обучить тебя, еще ты должен платить за это. Нужно все-таки быть более-менее шустрым в универе. Какие-то там мероприятия и так далее. Нужно ходить на все эти мероприятия, быть активным в универе, если ты хочешь действительно построить карьеру. Возможно, чтобы универ тебе чем-то помог. Потому что помогают. Не знаю, как у вас, но у нас универ действительно помогал тем, кто реально активный. Где-то что-то устроиться, где-то что-то найти работу, дать рекомендацию. В общем, пытались сделать так, чтобы все работали. Заляпалось. Иметь пятерки в школе это еще не показатель успешности. У нас был один мальчик, русский, кстати, в школе. И он был такой зубрил, он все предметы прям вызубрил. Когда ему задаешь какой-то элементарный вопрос, он не мог ответить. ты говоришь ему, например, третий параграф, например, да, четвертая голова слева, и он начинает тебе все это рассказывать. То есть он чисто зубрил, это не делал. Нужно соображать именно мозгами. я сегодня хочу с мамой пойти в супермаркет и закупиться продуктов на неделю, снять видео. закупка продуктов за неделю. Мне кажется, должно быть интересно. тем более, когда я во влогах захожу в какой-то супермаркет, мои девчонки все спрашивают, а что, где у вас, сколько стоит? заодно пройдусь по ценам и покажу контрольную закупку. очень много вопросов, сообщений по поводу того, что девчонки хотят сняться в видео мукбанг с подписчицей. я пока что эту рубрику приостановила, и пока что в ближайшее время мукбангов с подписчицами не будет. Так что, девчонки, по этому поводу не пишите. Некоторые отправляют видео шейли. в основном, это девочки маленькие. когда я соберусь вновь снимать эту рубрику, я обязательно в инстаграме оставлю опросник, и вы можете ответственные истории написать тогда. последние. На этом все, ребяточки Было очень вкусно Особенно сочетание грудки И на шараба обалденно Если вы не пробовали, обязательно купите на шараб И вы мне скажете спасибо Я вам желаю удачного дня Приятного аппетита Не забывайте подписываться на мой канал Пока